Всем привет! Утро. Позвонила соседка и говорит, пока я дома, прибегай ко мне за фикусом. Ребята, давно хочу завести каученосный вот этот фикус. Посмотрела, как его разознать. Все. А у соседки, оказывается, он есть. Вот сегодня соседка дома. Это буквально вот напротив нас дом. Побегу к нему. Что взяла? Что надо всегда брать? Во-первых, надо взяла свой ножик и стаканчик с водичкой. Что она будет не искать? Или что? Знаю, что как только срезать, запомните, обязательно надо поставить водичку, чтобы пробыть. Но я вам потом покажу. И, конечно, взяла мелочи, денежек. Ну, для того, чтобы прирослось. Ну, все. Я пошла. Все, ребята. Прибежала от соседки, наболтались. Вот вам и карантин. Ну, правда, стояли в полутора метрах друг от друга. Срезала я у нее. Вот такой у нее каучерносный фикус. Ну, как срезали, так срезали. А сейчас что надо? Ну, я же уже почитала. Теперь я обрежу. Вот так вот оставлю. Это длинно. Вот так вот срезаю наискосок. Так. И что еще? Ого. Тут тугой, тугойенько. О, обрезала. Опять я в водичку. И теперь буду дожидаться корешков. Но надо, чтобы оно у меня, конечно, было до листика в воде. Вот это основное. А оно у меня падает. Сейчас буду придумывать что-то. Все. Придумала. Взяла две палочки от суши. Разломала их. Они вместе с этим набили. И вот так под листики подставила. Подставила. Никто не будет трогать. Поставлю в такое место, где тепло. И вот видите, как заглубило. В общем, в самый раз. Потому что что-то вырезать, что-то это, не знаю даже, честно. Вот так будет самое то. Но теперь буду ждать корешков, ребята. Ждем вместе. Всем опять привет. Встречаемся с вами по поводу фикуса, которого я очень хочу завести. Я записала, когда ходила к соседке за отростком. Это было 18 мая. Но сегодня уже 2 июля. И я вам покажу, что у меня получилось. Вот такие корешки теперь есть у меня, у фикуса. Что я сделала, когда взяла? До почки я вот такие сделала надрезы. Надрезы, надрезы, надрезы. И поставила вот в этот, буквально в этот стаканчик. И вот так было воды. Именно сантиметр вот до этого листочка. И все, он стоял. Я его благополучно заглядывала, заглядывала. Ничего не было, не было. Потом почти забыла про него. И потом смотрю, опаньки, появились вот такие росточки. Но время пришло уже, конечно, его пересаживать. Уже я фактически тяну. За это время приготовила горшочек старенький. Понимаю, что он будет расти. Мне все равно придется его менять. Сюда насыпала и угольки такие, и керамзит. В общем, все, что было. В магазин же не выехать. Ну, как бы. И поэтому все, что есть, из того мы и делаем. Земля тоже у меня своя. Вниз я положу, конечно, перегнойчика. Ну, фикус-фикус. А перегнойчик-то не помешает ему расти, правильно? И вот здесь у меня земля, смешанная немножечко с песочком. Вот так вот буду набирать эту земельку. Земелька хорошая у нас. Уже заранее она была с перегнойчиком. Но могу еще перегуночика опять подсыпать. И заполняю землей. Заполнила земелькой. И проливаю отстойной водой. Вы, наверное, заметили, у меня есть старая ванна. И вот там у меня водичка теплая, нагрелась. Ну, это у меня служит для полива дома. Старый чайничек. Мы же теперь чай так не пьем такими порциями, как раньше. Вот так сидели, пили. А вот именно я использую теперь для полива. И все. Теперь вот этот свой фикус буду садить. Боже, как я мечтала заиметь фикус. Вот мечтала. И думаю, что теперь моя мечта сбывается. Все. Утопила корешки. Вот так вот. Вот эти листочки. Я не пойму, почему у меня такое получилось. Ну, или это может. Ну, ожоги. Даже, честно, не верю, что это ожоги. Наверное, отмирает эти листочки. Но они и не нужны. Пусть они отмирают. Отрезать я не стала, чтобы вот это молочко не выделялось. Вот так вот. Ну, вот теперь у меня ровненький, красивенький фикус. Теперь буду на него заглядывать. Потому что я очень хотела, очень ждала, что появятся корешки. И, честно, можно сказать, даже не надеялась или надеялась, но хотела. Так что пробуем теперь разводить фикусы. Жизнь-то у нас продолжается. Ну что, на этом, ребята, всем пока. Пошла делать другие дела. Субтитры сделал DimaTorzok